ребята всем привет добрый день добрый времени суток вы на канале кукс бразер хукс и сегодня для вас будем готовить прекрасное блюдо замечательное наше любимое первое это борщ именно красный борщ украинский российский неважно какой все мы братья просто красный борщ ингредиенты для него нужны обычные все мы знаем это свекла красная лук морковка капуста белокочанная все домашнее все ранее картошечка тоже листочки любезно предоставил нам свекольный оператор можно использовать как опахала если что очень жарко у нас но это называется если я не поправьте меня в комментариях также специи разные гвоздика перец душистый перец горошком черный лавровый лист чесночок используем уксус мы взяли яблочный эссенцию лучше не использовать но если используете лучше развести ее карри добавим немножко томатная паста куда без нее борще вот и сахар естественно сахар это незаменимая вещь борщей и будем соль использовать сладкую нашу вкусную соль так что ингредиенты все вот я вам показал они все известны мы как бы без всяких этих новинок у нас варится в нашей комнатушке наш бульон уже варится примерно полчаса мы варим на кости свиной и заранее мы еще сварили вот смотрите краску для борща тоже это из очисток из свекольных прекрасная краска она варится довольно таки просто вы когда чистите свеклу вы прошу и помыли почистили от кожуры от очисток кастрюлю свалили добавили чуть уксуса можно яблочного можно обычного только не эссенция эссенция очень сильно будет все довели до кипения наш нашу краску и выключили все на настоит состынет это быть замечательный наш цвет наша краска для борща по основу вот мы сделали бульон варится наш час ну примерно еще полчаса будет вариться кости выгорится дадут вот желатин вот этот все весь выводится ну настоящий быть бульон крепкий специи мы добавили туда разные лаврушку перец горошком добавили укроп семена добавили лебесток листья лук морковь добавили обжарили все добавили чтобы то тоже цвет дали бульон хотя в борще это неважно как бы но все равно всякие вот эти обрезочки как ненужные там корешки разные там петрушки это все в борщ можно кинуть вот бульон именно любой бульон не только борщ вы варите добавляйте обязательно разные кришки это свеколка пошла все сразу закидываем не стесняемся вкусночок со свеколкой и губ морковка тут как бы не надо выжидать все равно это будет томиться обжариваться в течение минут 10 15 мы это все хорошо обжариваем блин подожди войнушка время пришло второй бой антон повелитель стихий давай десантом заходи с мамбутки подожди подожди сейчас десант не забудь наши овощи минут 10 примерно отлично обжаривается на огне даже вот подрумянивается немножко мы добавляем наши специи я добавляю в борщ гвоздику три штучки добавим для пикантности вот так же я добавляю перец молотый пол чайной ложки также перец горошком добавляем туда без горошка 21 также идет лавровый лист один от колдуньи второй тоже от колдуньи можно целиковый добавить но я люблю немножко раскрошить чтобы он всем достался никому-то 1 вот так же самый главный почти наши специи наша основа это кориандр немножко его помяли и добавили из кориандра борщ это как бородинский хлеб без него тоже и я люблю добавлять в борщ чуть-чуть карри он дает такую пикантность потому что в кори есть куча специй раз буквально тоже пол чайной ложки отлично у нас обжаривается наши овощи и мы добавим уже сахар сахар добавляем много раз два три четыре пять шесть семь чайных ложек даже мне кажется можно 8 добавить томатную пасту вот обычная томатная паста борщ без томатной пасты никуда не денется сейчас томатная паста с сахаром хорошо раскроется все это мешаем добавляем нашу соль вкусную с разными специями тоже достаточно много примерно 3-4 чайные ложки потом в итоге мы будем естественно все это досаливать доводить до вкуса смотри как поджаривается просто великолепно и мы добавляем уксус в принципе рекомендуется уксус добавлять сразу после добавления томатной пасты ну и на ситуации вот друзья мои вот прошло еще буквально пять минут но это совсем обжарили с этим и мы добавляем нашу подготовленную воду как всегда святую для томления немножко края смою добавлять воды много не будем смотрите какой густая основа как получилось естественно томатная паста это сахар это все отдало смотрите как густой получается все это томит сейчас буквальном я надеюсь сейчас я попробую свеклу морковка идеально готова прекрасно 15 минут все не больше ребята просто круто очень быстро что ребят переходим к нашему основному готовки нашего борща вот казанчик у нас постепенно нагревается мы нальем для начала воду он нагревается и немножко бульона нашел бульон не весь добавим какую-то часть кидаем наш капусту наш бульон все закинули сейчас накроем крышкой закипит и будет 5-10 минут вариться уже затем мы закинем картошку ну все ребята прошло 10 минут примерно может побольше 15 наша капуста проварилась картошечку чуть-чуть и наши листья монгольда консистенция у нас хорошая густая как бы для борща это все очевидно так и должно быть картошки мы взяли немного можно еще меньше как бы на любителя все зависит от вас еще ждем закипания картошка варится до готовности 5-10 тире минут и уже добавляю нашу основу и краску и уже доводим до вкуса так что я думаю у нас получится целый казан борща будем угощать не то что нашу массовку придется угощать все село у нас вообще хватит на всех приходить ну вот ребята у нас прошло еще минут 10 примерно картошка закипела и проварилась она мягкая все разваривается и мы уже начинаем завершающий момент нашему приготовлению борща по моему фирменному рецепту мы добавляем нашу основу мы предварительно выложили сказано как вы помните и уже добавляем что у нас получилось чуть смываем как бы не пугайтесь что такой густой получается борща еще мы добавим краску и все это у нас исправится в принципе по идее он такой должен быть густоватый борщ если вы не любите густой суп можете меньше добавлять овощей но он как бы настоится и немножко сейчас уплотнится так сказать так что убираем лишние угли не нам ни к чему потому что краска по идее не должна кипеть у нас будет с краев подогрев небольшой основа уже наш закипает принципе цвет прекрасный красивый сейчас мы добавим мясо наше наш свинину у нас немножко свинины получилось с нашим бульоном и специально брали костевое побольше кости чтобы мясо там не особо было если вам мало мяса можете еще добавить тут как не вопрос ну так принципе достаточно все село накормим отличное количество больше я будем пробовать что у нас получилось по вкусу остроте но не забывайте что в краске есть тоже уксус слишком с уксусом не борщить отлично сахар вообще замечательно чуть соли добавим сейчас и принципе по остроте тоже отлично уксус тоже не будем добавлять потому что опять же будет в краске ждем сейчас пару минут она прокипит и уже добавим нашу красочку ну вот у нас прокипела наша основа и мы добавляем нашу краску мы не цели заранее то вот если сейчас вот увидите все будет нашего очистки просто аккуратно сливаем и не до конца наш борщ сейчас интересный цвет примет и будем снимать смотрите как он сразу насыщенный яркий мы добавили чуть петрушечки сюда еще и чесночка сразу цвет поменялся очень яркий борщ смотрите как будто химии добавили и все и как бы вот если вы добавили краску уже принципе можно больше не кипятить для этого естественно лучше краска чтобы у вас была теплом виде сейчас мы попробуем и пойдем за салом что у нас получилось свекольный вообще запах обалденный ну как бы да я не буду больше ничего добавлять у нас как бы на селе люди разные живут с разными вкусами и сейчас будем снимать с огня и пробовать что у нас получилось с вами ну вот ребятки мы приготовили у нас замечательный вкусный борщ вот так же мы добавили сальца и как бы 50 грамм то без это попробую сначала борщ чтобы оценить это потом не поймем это очень вкусно ребят на природе просто волшебство сало черный хлеб кальчица чеснок борщ 50 грамм вот я тельную часть так что вот вам рецепт моего борща вкусному замечательным реально очень вкусно с вами был димас оператор антон всем приятного аппетита пока пока